Андрей Валерьевич, приветствую вас. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о строительстве нового Пермского зоопарка. Вчера, сегодня стало известно, многие СМИ написали о том, что экспертиза по техническому состоянию 31 объекта там завершена. Я предлагаю напомнить нашим телезрителям, почему она вообще была инициирована. Добрый день. Вы абсолютно правы, если мы вернемся несколько месяцев назад. В конце прошлого года мы приостановили работы на всех объектах строительства зоопарка первого этапа, первой очереди, в которое входили 44 объекта. Работы были приостановлены из-за проблем, возникшим с качеством выполнения строительно-монтажных работ. Мы объявили закупочные процедуры на проведение строительно-технической экспертизы по этим объектам. В закупку вошли 31 здание и сооружение, которое, на наш взгляд, представляли самое критическое, находились в самом критическом состоянии. По результатам закупочных процедур была определена подрядная организация, которая и выполнила эту строительно-техническую экспертизу, это ООО «Инвента». Ну вот, 9 зданий признаны аварийными, 22 тоже не совсем в таком надлежащем состоянии. Что с ними дальше? Какая у них судьба? Сносить их или дальше какие-то работы на них проводить? Вот здесь вот непонятно. Ну, скажу по-другому. Принимать решение, сносить эти здания или не сносить, мы будем по результатам корректировки проектной документации. В нами разработано техническое задание на корректировку проектной документации. Результаты обследования вошли как исходные данные в корректировку в это техническое задание. Исходя из экономически обоснованных мероприятий, которые необходимо выполнить на тех или иных зданиях, будет приниматься дальнейшее решение. Будем мы демонтировать эти аварийные здания и те здания, которые признаны ограниченно работоспособными, либо мы будем выполнять работу на них дальше. Кроме этого, по пяти зданиям принято решение, что мы продолжаем работы, так как заключение было, что они находятся в работоспособном состоянии. Это здания, где размещаются рыси, львы, тигры, гиены, лоси, птицы. По этим зданиям мы подготовили письмо и направили в РЖД «Строй», в котором предписали им продолжить работу на этих объектах. Дальше должен отметить, что работы по второму этапу, первой очереди, это контактный зоопарк, сцена, овцы, бык, работы нами не приостанавливались, потому что они выполнялись уже в соответствии с проектной документацией и соответствовали тем требованиям, которые предъявляются к строительным конструкциям. Если вообще вспомнить судьбу Пермского зоопарка, там же много нюансов было. И столичный подрядчик, который срывал сроки, и дело о хищении бюджетных средств. Все-таки, что на данном этапе, какой прогноз вы можете дать, когда первый человек ступит своей ногой на территорию зоопарка? Вот по вашим прогнозам. На территорию зоопарка первый человек может ступить и сейчас. Они там и находятся. Строители никуда не уходили. Кроме этого, мы сейчас, исходя из тех сроков, которые прогнозируем на выполнение корректировки проектной документации, соответственно, прохождение повторной государственной экспертизы по этим объектам и продолжение достройки с учетом уже завершения работы в конце этого года и в начале следующего, по второму этапу, первой очереди. Наш прогноз на сегодняшний день – это второй квартал 2022 года. Всего ли хватает? Я не знаю, просто проблемы-то, которые возникали ранее, они в чем именно? В финансировании, нехватка рук или что это? Почему так застоприлось у нас строительство? Здесь надо сказать комплекс мероприятий, которые послужили, или проблем, которые возникли на данном этапе. Сложно говорить о качестве проектной документации. С этим пусть разбирается судебная строительная экспертиза. О качестве работ заключение мы получили уже, но еще не факт, что его будет достаточно. И нам придется проводить какие-то дополнительные обследования. Количество персонала возможно. Низкий там несоблюдение правил выполнения работ в соответствии с проектом организации строительства тоже возможно. Низкий уровень контроля со стороны как генподрядной организации, так и специалистов строительного контроля от управления капитального строительства. Тоже одна из составляющих. На сегодняшний день тем же управлением капитального строительства приняты мероприятия и разработан цикл мероприятий, который позволит повысить качество строительного контроля и выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Скажите, а вот в период коронавируса многие стройки в регионе, они тоже приостановили работу вот эти вот 4 месяца, да уже почти как-то повлиял коронавирус на стройку зоопарка? Ну, отмечу следующее, что несмотря на то, что был принят указ президента, который приостанавливал многие виды работ, однако строительная отрасль относится к предприятиям, которые выполняют часть работы непрерывного цикла. Поэтому в указе губернатора было четко прописано, что строительные организации, направившие заявление в Министерство строительства Пермского края, описав тот перечень работ, которые они выполняют, включаются в перечень организаций, которым разрешено выполнять работы в период коронавируса. Там были определены виды работ в строительно-монтажах, там заливка бетона, вязка арматуры, то есть без которых строительный процесс, если останавливаться, то придется выполнять либо мероприятия по консервации, либо какие-то другие защитные мероприятия, чтобы впоследствии можно было продолжить работу. Сколько в первую очередь и во вторую очередь планируется объектов, и может быть поподробнее про них расскажете, что людям ожидать в 2022 году, как мы сегодня узнали? Это мне надо весь перечень тогда собирать, у меня его просто под руками нет. Так, на память. На память. Ну если на память, первый этап, первую очередь, это у нас страна обезьян, африканская саванна, это у нас бурый медведь, гималайский медведь, тигры, рыси, лоси, птицы, гиены. Второй этап, в первую очередь, я уже говорил, это контактный зоопарк, это овцы, бык и сцена. Ко второй очереди относятся полярный мир, акватерариум и слоны. Андрей Валерьевич, еще знаю, что есть некие новые требования к построительству зоопарка, содержание вольеров, животных вольерах и так далее. Расскажите об этом поподробнее. Да, в том году было принято два постановления правительства Российской Федерации, в которых были отражены требования по содержанию животных в зоопарках, в акватерариумах, в океанариумах, и требования и мероприятия, которые необходимо выполнить для лицензирования этих зоопарков по содержанию животных. Там не только требования к строительным конструкциям, там и к площади самого вольера, и к объему вольера, к освещенности этих вольеров, какие они должны быть наружные, внутренние. Ну и вот в этом, я так понимаю, сложности, да, свои? Из-за этого могут какие-то тоже сдвиги быть построены? Это вторая причина, которая заставила нас нести корректировку в техническое задание на проектирование. Я еще раз говорю, исходные данные по обследованию сооружений и зоопарка, которые вошли в первый этап, в первую очередь, и требования постановления правительства, тут слова-то не вынудили, потребовали от нас внесения дополнительных выполнений или проведения корректировки проектной документации, чтобы мы в 2022 году могли спокойно уже в соответствии со всеми требованиями и нормами ввести зоопарк в эксплуатацию. Насколько вообще сложно эти требования выполнить? В принципе, несложно, все зависит. Понятно, что придется внести изменения в часть внутренних планировок вольеров, где-то, возможно, придется изменить объем и количество животных в вольерах. Андрей Валерьевич, спасибо вам большое за интервью, спасибо, что уделили нам время, ну и, конечно, все пермики, думаю, без исключения ждут уже долгожданного окончания строительства пермского зоопарка. Спасибо вам большое за интервью. До свидания. До свидания, спасибо. Я точно так же хочу сходить в этот зоопарк. Тем более, там очень шикарная коллекция животных подбирается. Субтитры создавал DimaTorzok